Данное видео создано по просьбе трудящихся. Привет дорогие подписчики вы на канале Q&A и сегодняшняя тема это не что иное как реакция на ваши вопросы. Я выложил недавно видео в начале года скажем так о верификации дипломов моряков или о верификации ваших документов на сайте марат и поступила соответствующая реакция от подписчиков с просьбой осветить вопрос обмена дипломов с qr-кодом на дипломы государственного установленного образца. Эта тема для меня скажем так откровенно не очень интересно так как не обменивать ничего не нужно и я сразу получил документы на нужном бланке из-за чего собственно говоря возникла данная путаница с документами которые имеют qr-код и с документами которые выданы на государственном бланке и имеют qr-кода. Изначально ходила информация о том что документы которые человек получает через кабинет моряка они там генерируются в электронном виде и их можно самостоятельно распечатать и закатать пластик и эти документы собственно говоря будут иметь qr-код. На тот момент когда работал кабинет моряка так оно и было и каждый кто получал протокол о сдаче государственных квалификационных экзаменов также в кабинете получала и образ своего диплома на qr-коде. А дальше говорилось так что человек по желанию мог обвинять этот документ сгенерированный автоматически в капитании на госбланк или не обвинять. Естественно я обвинял свои сгенерированные в кабинете документы с qr-кодом сразу же на документы государственного образца заплатившего что-то там около 62 гривен за каждый бланк в капитании в Одессе на Успенске. Этот процесс занимал около полутора месяца и на этом моменте как бы я закончил вопрос с получением своих документов но к сожалению или к счастью кабинет моряка признали незаконным документы изданные через него незаконным кто имеет документы с qr-кодом должен их обвинять на документы государственного образца установили какую-то там пороговую дату чуть позже об этом скажу после которой документ с qr-кодом вообще считаются нелегитимными и даны каким-то третьим способом но незаконным и так далее и так далее но предыстория такова что изначально облуждала информация о том что документы полученные через кабинет моряка нелегитимные идет цифровизация как бы не нужны лишние очереди вы сами себе можете распечатать ламинировать и так далее для меня это звучало изначально как-то сомнительно я сразу пошел по пути обмена капитании на нужные мне государственного банка на сегодняшний день я получил огромное количество вопросов от своих подписчиков людей которых я знаю которые сидят за моим каналом которые пересекались со мной лично получил огромное количество вопросов о том существует ли какой-то конкретный алгоритм для обмена дипломов с qr-кодом осветить просят меня эту тему частности если вы посмотрите комментарии по предыдущим видео о верификации там тоже уже несколько раз пишут мне запрос дать какой-то алгоритм о том как менять документы с qr-кодом на установленного образца бланки но у меня есть небольшой чек-лист который как-то попадался мне в интернете я собираюсь собственно говоря осветить его в этом видео чтобы меня перестали мучить вопросом потому что я собственно говоря не занимаюсь выдачей документов и делаю это видео исключительно из-за уважения к своим подписчикам и к ребятам которые неоднократно меня попросили осветить этот вопрос значит что же у меня есть какая информация ну прежде всего вам необходимо обратиться в Москву администрацию для замены ваших дипломов с qr-кодом на дипломы без qr-кода на установленного образца значит естественно я слышал о том что существует на сегодня электронная очередь для такого обращения значит вам необходимо получить талончик и у вас будет возможность как бы придя на свою очередь на свое время марат в одессе это на успенской для того чтобы подать свои документы для обмена наш план у меня такой сегодня сейчас я пробегусь по определенному чек-листу в котором указаны действия я не претендую на информацию из последней инстанции но оставлю как бы ремарку на своем youtube канале об этом вопросе для того чтобы собственно говоря подписчики меня больше не терроризировали это все что я знаю на сегодня может быть кому-то это поможет то что мы сегодня обсудим может быть даст какую-то основную идею как быть также я слышал что можно пробовать менять документы с qr-кодом на установленного образца через морич сервис вроде есть такая услуга узнавайте не обязательно заниматься этим самому говорят что ценник на данные услуги вполне приемлемы не знаю я может сервис видел единожды когда менял свои документы я сдавал там экзамены как на тот момент там было организовано все достаточно неплохо никаких нет негативных комментариев по данной организации дальше пробуйте сами они там занимаются и так далее узнавайте в интернете достаточно мало информации об обмене документов с qr-кодом но вот как только процесс этот начинался гулял своеобразный чек-лист на эту тему я сейчас его вам и оглашу собственно говоря так чтобы вы имели информацию об алгоритме по обмену ваших документов значит как обменять документы с qr-кодом вы должны помнить все из вас кто собирается это сделать что на обмен принимаются только документы которые были изданы до 18 0 1 23 мне кажется уже как бы поздновато для моего видео раз меня мучают вопросами об обмене документов надо реагировать я уважительно отношусь к вам ребята поэтому собственно говоря я занимаюсь этим киноляпом для того чтобы ответить на ваш вопрос значит чек-лист говорит нам об следующем у вас диплом или подтверждение или расширенные танкерные документы с qr-кодом но старые документы не сохранились тогда вам надо сделать обмин или обмену на держбланк для дейючих сертификатов значит надо подать определенные документы документы при подаче какие заява рукописом оригиналы документов что подлягают обмину это ваши сертификаты подвержения с qr разом и с дипломом на бланках так и четыре фотокартки три на четыре то копии документов копия доверенности если вы не сами будете решать данный вопрос если вы будете через представителя решать данный вопрос такой вариант тоже возможен документы при отримании заверена копия доверенности квитанции про сплату послуг в администрацию судоплавства что это значит если вы сами забираете документы потому что сейчас ситуация у нас достаточно сложная многие забирают документы через представителей надо будет заверена копия доверенности естественно квитанция по сплату послуг или вы самостоятельно приходите с этой квитанции ну помните об очереди что так просто не прорваться мало того в очереди надо занимать место тому человеку доверенность сделать на того человека указывать того человека который будет де-факто забирать документы то есть если это не вы сами значит указывайте вашего представителя иначе очередь ваша прогорит значит какие документы надо подать заява сгидна пункта 2 постановы кабинета министров и 30 12 22 номер 1499 написано рукописом чуть позже я ну наверно проговорю какие есть в этом форме заявы пункты для заполнения так чтобы быть максимально детально значит данная заява заполняется полностью сильно синяя ручкой в конце вы ее типа не подписываете срок рассмотрения такого заявления это один месяц значит обязательно надо указать вашу старую назву посады так как было в дипломе также вам придется подать те же документы вернее их копии на основании которых вы получали документ с qr кодом чтите этот момент могут потребуется дополнительные документы как правило это закордонный паспорт и паспорт гражданина украины делаются ксерокопии основных страничек далее потребуется новые старые дипломы с подтверждениями медицинский сертификат старый и новый послужная книжка со стажем за последние пять лет или документ из практики результат тест теста то вытяг с кабинету моряка который на сегодня как говорится не работает я сейчас не смотрел на тот момент когда я подал документы копия вытяга была в кабинете моряка и можно было ее отскриншотить и прям распечатать и подкрепить документом на подачу капитании также понадобится копия навчального диплома с додатком курсы повышения квалификации ежели это ваш случай и основные сертификаты также копии какие нбжс медицина рятувальные засобы та борьба с пожежью и с пожарами плюс под влажные документы если имеется следующий пункт а все копии ваших документов подписываются вами вы пишете следующую заверительную надпись сгибно с оригиналом питпись имя прозвищу полностью то дата питпесы роблица выключена сыневую кульковую ручку то есть исключительно синей ручкой шариковой делаете по два скана на сторинце и вставите по два питпеса это детальная инструкция вот из этого чек-листа каждый документ в списке делайте на отдельном листе также фотографии подписывайте на обратной стороне фамилия имя значит имейте в виду следующий момент чтобы подтверждение к диплому меняется только исключительно вместе с дипломов новые документы на государственном бланке будут по сроку действия такие же как и те что вы подали на обмен то есть вам не поменяют на новую дату от момента обмена плюс припета нет не будет по действию такого же срока как и предыдущие с qr-кодом что еще умеет значит ваши обязанности ну давайте от меня просилил алгоритм вот я его нашел давайте задиктую ваши обязанности написать заявление подготовить то подписать копии прикрепить две фотокарточки 3 на 4 сделать доверенность если вы будете оперировать через представителя отправить документы или подать документы также вы должны оплатить за доверенность ее перевод если это иностранная доверенность и и естественно вы должны оплатить административные услуги марада что еще если у вас есть qr-документы али сбереглися физичный старый диплом то подтверждение або танкерные документы тоди вам необходимо инициировать выпуск новых документов если строк дии закинчився або залишился меньше 6 месяцев в этом случае что вы делаете тогда вы подаете копии старого диплома и подтверждение то есть это более легкий вариант если каким-то образом у вас на руках остались предыдущие документы они у вас на руках до того момента пока вы не подали капитанию на обмен как бы в принципе логично вы подаете копии старого диплома та подтверждение на державному бланку тих строк дии яких вийшов то вы можете подавать их на подтверждение замість обмена так простейше та швидше значит подается заявка через дию або физично згідно додатку 7 та за звичайною процедуру подтверждите компетенцию и протягив 10 днів отримуете новые сертификаты або диплом с подтверждением то есть возможен такой вариант ну и давайте я зачитаю вам еще один варіант який у меня есть чтобы сделать это видео коротше у вас есть qr документы но збереглися физично старый диплом и подтверждение або танкерин документы что делать тогда вам потребен выпуск новых документов если строк дии закончился або осталось меньше 6 месяцев тогда вы подаете копии старого диплома и подтверждения на на державном бланку тих строк дии яких вийшов то вы можете подавать их на подтверждение замість обмена так простейше и швидше так по-перше подается заявка через дию в цьому разе або физично згідно додатку 7 та за звичайною процедуру подтверждите компетенцию и протягом 10 днів отримуете новые сертификаты або диплом с подтверждением по-друге подаются все необходимые документы сгідно вимогам на подтверждение або присвоение за стажем або тестированием выпущенные документы на державном бланке будут действовать 5 лет если у вас не хватает стажа и отсутствуют результаты компьютерного тестирования подаете за процедурой как для обмена документов если у вас на руках есть старые дипломы срок действия которых окончился или оканчивается в ближайшие 6 месяцев то есть смысл просто подать на процедуру подтверждения и забыть уже про этот обмен документов с QR кодами раз и навсегда если у вас танкерные сертификаты с QR кодом вы можете также произвести их обмен если они у вас без QR кода старого образца то вам надо инициативировать выпуск новых документов через ДИЮ або через подачу в администрации судоплавства не привязано до строку ДИЮ писат это подписывает и тильке кулькулы ручку сынию колеру уси ваши заявы майте цена увазе помните также чтобы подтвердить свою квалификацию и подать документы на подтверждение сегодня вам придется использовать приложение ДИЯ и через ДИЮ подавать ваши документы для подтверждения квалификации при обмене ваших дипломов с QR кодом вам придется заполнить определенное заявление причем рукописно значит я думаю что форма этого заявления обязательно присутствует в капитании у них есть папка с формами куча вывешена дополнительной информации по всем вопросам связанные с выдачей приемов документов расписано все это на стендах и как бы не заставит труда по шаблону заполнить следующее заявление значит в шапке у вас будет Одесса голове администрации судноплавства Игнатенко Евгения Александровича дальше от кого дальше ваш идентификационный код телефон и имейл для связи с вами и заяву на пункт 2 постанови Кабинета Министров есть получение высшую квалификационных документов только в электронном виде это то что вы получили с QR кодом до заявки додаю оригинал номер и дата выдачи вашего диплома подтверждение до диплома номер и дата выдачи то копии и перечисляются копии паспорта громадина Украины номер и дата выдачи идентификационный код номер и дата выдачи закордонный паспорт номер и дата выдачи послужная книжка моряка номер вид с сторинками стажа и сторинки 4 по 28 подважного документа если вы будете действовать через доверенное лицо доверенность номер паспорт громадина доверенной особи номер дата выдачи идентификационный народовый номер доверенной особи номер и ваши 4 фотокартки матовые 3х4 далее дата дэнни рик предписьта призвища и имя по батькове я думаю что форма заявления в любом случае будет в администрации судоплавства надеюсь мне удалось передать вам смысл надеюсь мне удалось передать вам алгоритмы обмена дипломов с QR кодом на документы установленного образца в любом случае вам или вашему доверенному лицу придется обращаться в администрацию судноплавства и только таким способом вы можете решить данный вопрос ну и также имейте ввиду что обратиться туда можно различными способами информация которая попадалась мне это способ вы сами лично вы через представителя возможно more rich service занимается такой услугой и даже вы проскакивает вариант что можно решать данный вопрос дистанционно через почту это те способы о которых говорят какой вы выберете лично сами решать вам в моем случае я не затягивал с обменом цифровых документов полученных в кабинете моряка на документы на бланках установленного образца почему у меня и получилось видео возмущение о том что официально полученные документы не верифицируются собственно говоря на сайте марада вот что меня удивляло все всем удачи надеюсь данный алгоритм вам как-то поможет эсэромат эсэромат